добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о дисциплинировании еще одна вещь очень важная нам кроме того чтобы понять мир нашего ребенка нам очень важно понимать его темперамент очень важно понимать кто наш ребенок по своей душевности нам очень важно видеть его реакции одни дети они спокойные другие дети менее спокойны кто-то гиперактивен кто-то наоборот на любит просто полежать помечтать и исходя из этого нам необходимо подобрать определенные ключики к поведению наших детей ключики они совершенно индивидуально вообще не верю знаете такой огульные принципы каждый ребенок как наверное каждый человек это уникальная личность которая неповторима с определенным совершенно уникальным набором качеств свойств талантов даров и так далее и мы не можем подходить к этому шаблон приведу в пример такой старый грузинский анекдот идут грузины по деревне смотрят вако сидит на дереве помогите спуститься совещались совещались думают что же делать взяли ли веревку кинули говорят давай обвяжись он обвязался они дернули сдернули его из дерева он упал побился так что вы делаете больно же да не знаю на прошлой неделе так одного соседа из колодца доставали очень похоже на то как мы подходим дисциплинированию что нужно делать чтобы мой ребенок был послушен очень часто люди приходят и задают вопросы но на мой взгляд это очень неправильно потому что то как я делаю это не значит что вы должны повторять мой опыт потому что будет как с этим грузином на дереве нужно посмотреть как подойти именно к вашему ребенку для какого-то мальчика или для какой-то девочки достаточно просто погрозить пальцем он поймет кому-то в обязательном порядке нужно выговорить и сделать это достаточно строго а кому-то этого будет недостаточно если вы не понимаете темперамента вашего сына или дочери и вы поступаете по шаблону который навязывает общество вы обязательно потерпите поражение сегодня когда весь мир говорит о том что детей наказывать нельзя ни при каких обстоятельствах и вы прислушаетесь к этому то вы можете воспитать нигилиста который будет просто слушать самого себя которого не будет четких жизненных ориентиров и не будет ничего что было бы авторитетным для него и вы загубите его жизнь но если вы будете слушать другую сторону который говорит единственным правильным методом воспитания является отцовский ремень но вы должны понимать что это другая обочина и нужно найти некую золотую середину и середину нужно искать исключительно исходя из темперамента вашего ребенка у меня четверо детей они абсолютно разные если для старшего нужно было достаточно такое серьезное наказание то младшему достаточно было выговора для старшей дочери достаточно просто поговорить и указать и на те ошибки которые она совершила и она принимала правильные решения делала верные выводы то младшей дочери в обязательном порядке нужно больше времени посвятить на объяснение каждый из наших детей уникален поэтому если вы хотите быть хорошим дисциплинирующим фактором в жизни детей подумайте о том какой у него темперамент чтобы ваше наказание не казалось тиранией или же попустительствами